ПЕСНЯ Наверное, начнем с лирических стихов. Значит, с романтических даже. По-моему, «Если я встречу», да? Романс, если я встречу. Романс, если я встречу. А если что прекраснее птичьего гимна, Пропетого первым лучам, Под гимн поднимусь на святую вершину, Молитву прочесть, чтоб богам. Возлюбленный образ я там нарисую, Который подобен богам. И если я встречу когда-то такую, То сердце свое я отдам. Помню, лет восемнадцать, девятнадцать, Брожу на улице где-то там. Приду, наброжусь, лягу спать. Вот рифма плывет, плывет, Утром запишу, утром проснуть ничего не помню. Дай бог, еще придумаю. Помню, 20 лет было. Я пришел, он шел дорогой, Начал его писать, Ну, поплыли строки. Пришел тоже, лег спать, Взял тетрадь, взял карандаш, Не включал свет, Написал, строка на строку наплыли, Но утром я смог разобрать и восстановить. Толстой прозу писал, он говорил, Пришла мысль какая-то, запиши. Потом забудешь, не можешь так построить фразу, Как вот в этот момент, Первоначально, когда она родилась только что. Итак, недоступное солнце. Гений, конечно, придумал рассвет, Он же придумал зарю. Лучше тебя в мире женщины нет, Тысячу раз повторю. Солнце восходит всегда над землей, Светит и слепит глаза. Хочется так дотянуться рукой, Солнце потрогать нельзя. Ты, мое солнце, меня не сжигай, Быть с тобой рядом хочу. Ты мне шепни лишь, скорее прилетай, Тотясь к тебе прилечу, Я позабуду земные дела, Крову свою оставлю навек, Разум и сердце мои отняла. Я ведь всего человек. Силы небесные примут ли меня, Или не звегнут тартар? Боги подарят ль бегаса коня, Пить, чтоб священный и тар. Без песка вообще ничего нельзя построить. Песок в растворе, Раствор, кладка кирпичная идет, Песок. Бетон, там бетонные фундаменты, Сваи, везде песок. Плиты перекрытия, песок. Эти опоры мостов, Быки так называемые, Как там, Песок тоже. Природа щедро наградила планету Земля песком. Запасы его практически неисчерпаемы. Имя песком, да. Поэтому, пока жив на нашей земле человек, Профессия гидромеханизатора Будет востребована вечно. Все мы в детстве играли в песке. Но в песчаном таком городке И значение игр этих в том, Мы построили в них первый дом. Прошли годы, Мы стали взрослей, Изменяя ход жизни своей. И у многих сбылись их мечты Строить дороги, Строить мосты, Ведь дороги. А орты страны, И в них наши свершения видны. Те дороги прослужат века, Потому что они из песка. А опоры огромных мостов, Что стоят между двух берегов, Стоят вечно в воде, Вот их срок. В них с цементом замешан песок. В городах небоскребы растут, И в домах этих вложен наш труд. Жизнь расставила так уж сама, Без песка не построишь дома. Кто на вахтах ночами не спал, Тот для строек песок намывал, Тот нашел в жизни верный маршрут, Чтоб с него никогда не свернуть. Я бы похлопал, Михалыч, Но у меня в руках камера. Расскажи, пожалуйста, Вот, Что бы ты Посоветовал Вот сейчас молодежи, Которая Пишет стихи? Которая что? Пишет стихи. Пишет стихи? Да. Что бы ты посоветовал? Ну, скажи мне, Или это удел избранных? Вот, Могут ли писать стихи все люди вообще? Любой человек может писать стихи? Я могу единственно сказать, Стихи писать Очень легко, И все могут быть. Для этого нужно единственное условие, Расставлять в определенной последовательности Всем известные слова. Ну, Ты же знаешь, Что за душу-то берут не все слова. Вот, Расставлять в определенной последовательности Всем известные слова. И все. Но они же не все... Вот это правильно. Это уж дело каждого. Сможешь расставить, Значит, Написал. Не смог расставить в определенной последовательности. Не написал. Вот и все. нельзя конкретно сказать конечно все не могут не все не всем это дано хотел поговорить вот о чем смотри мы работали на одном заводе но разные поколения все-таки как-то и я знаю что есть стихотворение посвященная валерия палачка один куплет всего один куплет но в нем вся жизнь валерия палача да да пожалуйста это уже из свежих по-моему да чкалов ушел в бесконечный полет не врезался в землю его самолет объяснить это проще всего то небо так крепко держит его время хаш вот бывает что есть много и ни о чем а бывает коротко и обо всем сразу да как-то объемно вот это вот именно проект проект этих человек образа собственно говоря поэт он может все вот мы сказали о владимир семёнович весу высоцком который не не воевал никогда но настолько хорошо описал события военные как будто он был участником вот при последнем стихотворении трактором мне показалось как будто в прошлом я никогда в кабине трактора не сидел никогда но такие люди нужны потому что они они нам дают настолько образное описание и мы начинаем любить даже трактора понимаем что у тракторов есть душа конечно когда играли наши легендарные хоккеисты михаил петров харламов сборной страны в цска тогда основными соперниками наши бы наших на чемпионатах мира на олимпийских игры была сборная чехословакия год какой это примерно 70 69 71 72 вот эти вот но значит эпизод эпизод матча сборная ссср сборная чехословакия пятерка петрова выходит на лёд болельщик конечно них шайбы ждет ведь чехов так надо нам победить для этого шайбу нужно забить михайлу петрову дает точный пас харламов к воротам рванулся как раз трибуны кричат валера вперед и зрители видят харламов сихот финк лево финк право внезапный удар такого влатар чехов конечно не ждал сетка трепещет трибуны ревут и слезы восторга невольно текут я как будто сейчас там сам был вот слово поэтическое слово художник она вот я такие вещи я как будто сейчас вот прям вот я не болельщик скажу не болельщик но вот твои вот это она меня настолько завела честно говорю вот еще два слова скажи пожалуйста вот я знаю тебя ты прекрасный огородник да я не скажу что прекрасная вот у меня соседки до соседки соседки вот моего возраста в мир вот огородницы это мне в октябре 7 и 7 будет красивая цифра есть у меня две соседки дачники тоже примерно моего возраста чем они примечательные для меня они примечательные тем что у них в огородах идеальный на участках идеальный порядок я над ними шучу говорю хитрые выбрали себе участки трава не растет а травы на участках у них нет потому что они и выходят оттуда рыхлят постоянно травка появляется они ее устраняют и прочее прочее благодаря их нестанному труду и вот несколько слов о них покраснели уже помидоры но цветы еще бурно цветут пожелтеют березу скоро и на землю лески опадут урожаю соседок отменный галя свалит творят чудеса незнакомое им качество лени и потворствует им небеса обработают землю с любовью на сорняк у них строгий запрет не считая с порой со здоровьем и количеством прожитых лет лишь чуть солнышко землю согреет выполняют они дневной план каждый кустик они прилелеют не помеха им дождь или туман от участковых взгляд восхищенный оторвать недостаточно сил и для всех на земле кто рожденный свою землю чтоб также любил а ты не хотел снимать родился в деревне до 18 лет жил в деревне а после 18 живу новосибирске где черепановском районе бочкари сейчас там бочкарева называется деревня так и черепановский район бочкаревых много было жителей с фамилией бочкарев и сейчас там еще есть бочкарева живут а в основном прожил всю жизнь центре города городе вот 19 лет расскажи без прикрас у тебя есть стихотворение о твоем поколении да несколько слова персонах моей возрастной категории то что пришло я назвал как годы мимо нас летят проходят годы чередой они проносятся как птицы но не стареем и душой лишь время изменяет лица 17 40 50 как годы мимо нас летят и хоть над всеми властно время еще мы ловко вскочим в стремя или ясным днем мы при луне мы на ретивом скакуне помчим туда где шанс где рис или девиз за жизнь борись и знать чтоб каждый доскакал куда орел лишь долетал и чтоб стрелиной высоты сбывались дерзкие мечты но как бы не был взгляд высок всем нужно знать свой потолок известен людям ведь дедал а у него был сын икар пожить на солнце он хотел но до него не долетел он возле солнца подпалился оттуда на землю свалился так выпьем за то что даже желанием всегда соответственно нашим возможностям то с этого вообще известен он не мой но я считаю он очень подходит дополняет мое сетворение мое сетворение подходит к этому толсту как можно быть вот в 77 лет здоровым красивым пальцем можно выглядеть так хорошо и такие вещи ну по моему офигенно я считаю что ведущий ведущий преувеличивает несколько моих данных не совсем я выгляжу так уже моложе своих лет я бы не скажу но нужно ввести здоровый образ жизни заниматься зарядкой дружить физкультурой прежде всего вот основные это значит но питание наше лекарство вот думать что выбор делать что такое хорошо для организма что такое плохо но в общем то я пожелание хочу сказать всем не своими словами николая островского что желаю прожить жизнь всем так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы а у кого у каждого своя цель и пусть каждый воплотит в жизни свою цель ну вот так вот но вот мы сегодня посмотрели послушали очень много твоих стихов в разных эпох разные настроения в общем то все так достаточно про женщин мне особенно понравилось ну собственно и по про гидромеханизатор я знаю что тебя есть стихотворение тебе показалось что она не понравится мне мне кажется что он слишком мягкая для вот нашего режима и сегодняшней действительности я думаю что никто не осудит тебя за это а прочитай его пожалуйста она новая да да вы и в немеце примерно она появилась застанала родная земля зарастают бурьяном поля что полезную быть и зерно нарастить к человеку просьба моя я прошу ты проснись человек знают все бесконечен твой век ты про доллар забудь ты возвысь лучший рубль только в этом российский ковчег а виновен во всем олигарх от россии оставит он прах но россию спасет только русский народ когда в руки возьмет больше прав когда в руки возьмет пулемет с нами был владимир миханов подписывайтесь на наш канал много интересных людей реально бы график у